Вдох глубокий, ноги шире. На зарядку вышли самые активные жители Одинцовского округа, участники проекта «Активное долголетие». Дома в режиме самоизоляции они провели несколько месяцев и теперь с новыми силами наверстывают упущенное. 3 августа Одинцовский клуб возобновил свою работу, пока только на свежем воздухе и с некоторыми ограничениями. Социальная дистанция, определенное количество в группах, поэтому мы в соблюдении этих норм сейчас станем. Ну и, конечно же, мы тоже ограничиваем количество, потому что хотят прийти все. Поэтому и делаем череду зарядок и сейчас будем рассматривать, может быть, и на других территориях тоже вводить такую практику. Драм-кружок, кружок по фото. Татьяна Гурьянова старалась не пропускать занятия проекта «Активное долголетие». Домоседкой стала вынуждена, как и ее коллеги по клубу, из-за эпид-обстановки. Спасали вязание и прогулки с собакой. Хотя режим самоизоляции на физической форме все-таки сказался. Вот здесь немножко побаливает, потому что я все-таки, я руками, правда, делаю дома упражнения, но все равно. Вот здесь совершенно другое, потому что другие упражнения. Я вот эти все забыла. Мы ходили сюда в библиотеку, но я все эти забыла упражнения, честно. Ногами я тоже делала, но все равно. Здесь с тренером, конечно, все лучше. Главное – не переборщить. Физнагрузку тоже нужно дозировать, а после долгого перерыва даже профессиональным спортсменам требуется время на раскачку. Долго люди не занимались, поэтому не было какой-то большой нагрузки. Я постарался какие-то дать базовые упражнения из суставной гимнастики на все группы мышц. Улучшать форму участники клуба «Активное долголетие» теперь будут трижды в неделю. А с 15 августа, робко говорят организаторы, возможно, возобновятся занятия других кружков и секций проекта. С левой ноги начинаем. Шагом марш.